Всем привет, с вами Анкл Дэд, и сегодня я расскажу вам о полезных эксплойтах в текущей версии Европы. Видео актуально для патча 1.21.1, и многие из эксплойтов будут пофикшены вместе с новым DLC через 10 дней. Оригинал видео на английском вы можете посмотреть на канале Riemann's Paradox, ссылка в описании. Спасибо Риману за разрешение использовать его материал. Я включил в это видео не все эксплойты, которые были у него, поскольку, по моему мнению, часть из них бесполезна. В этом видео режим Iron Man выключен, для того, чтобы быстро показать все эксплойты, однако все они работают в Iron Man'е. Поехали. Первый эксплойт самый простой и, вероятно, самый мощный для выполнения ачивок. Он позволяет играть после 1821 года. При обычной игре в первых часах января 1821 открывается финальное окошко, после которого можно только завершить игру. Но это можно обойти. Незадолго до окончания игры, откройте меню через клавишу Escape, нажмите на статистику и далее на Продолжить. Вы увидите странный текст, который, похоже, и образует глич, позволяющий играть дальше. Два важных момента. Вы сможете сохранять и загружать игру после этого нормально, и ачивки будут доступны. Однако все перманентные модификаторы, которые действуют до конца игры, пропадут, так как конец игры в игре зашит, как 1 января 1821 года. Второй эксплойт полезен тем, кто контролирует мандат небес. Вы теряете мандат от всех стран, с которыми граничите и которые не являются вашими трибутариями. Однако оказалось, что это правило действует только для стран, у которых есть сухопутная связь с вашей столицей. Поэтому можно просто перенести столицу на остров в Тайване или Рюкю, и мандат от нетрибутариев перестанет теряться. Также столицу можно просто окружать провинциями трибутария, например, и этот эффект будет тот же. Третий эксплойт позволяет обходить гарантии и альянсы Сузерена. Рязань хочет атаковать Адоев, который гарантируется Золотой Ордой. Рязань становится трибутарием Золотой Орды, и хотя игра все еще показывает, что Орда вступится за Адоев, этого не произойдет, так как Сузерен не может вмешиваться в войны своего трибутария. Еще один эксплойт, связанный с трибутариями. Здесь мы играем за Дайвьет с вассалом Ланханг и являемся трибутарием Минго. Если мы объявим войну к Хмеру и возьмем его земли, мы получим кучу агрессивки. Однако, если я отдам пробу вассалу, я не получу агрессивки вообще. Расширение через вассалов – это классический способ экспансии, и обычно агрессивка идет сразу Сузерену, так как он в конечном итоге получает бонусы. Однако, в ДЛЦ ввели исключения для Сузеренов-трибутариев, поскольку, по сути, они не контролируют своих подопечных, и забыли ввести дополнительные исключения для вассалов-трибутариев. Поэтому в данном случае всю агрессивку получит Минк. Классический и старый эксплойт, который, тем не менее, знают не все. Он позволяет снижать время перемирия, когда это очень нужно. В данном примере мы практически полностью уничтожили Португалию. В Европе чем больше ты берешь по миру, тем дольше перемирия. В нашем случае оно длится 13 лет. Однако, если мы атакуем союзника Португалии, она придет на зов. Очень быстро мы сможем замирить ее на Белый мир. Земли брать не будем, поскольку без флажка соучастников в войне мы получим слишком много агрессивки. Суть в том, что, замирившись с ними на Белый, мы получим пятилетнее перемирие, которое перекрыло предыдущие 13-летние, сэкономив нам 7 лет. Следующий эксплойт позволяет вам заключить мир дважды за одну войну. Сделайте клейм на нужную вам страну. Атакуйте ее союзника и не забудьте поставить галочку соучастника на целевую страну. Победите и оккупируйте все нужные земли. Пошлите требования мира с нужными провинциями целевой стране. Далее кликайте на иконку счета войны внизу экрана и заключайте мир с лидером войны на оставшейся нужной вам провинции целевой страны. Снимите паузу ровно на один день. Высылайте мир. Вы получите провинции страны, с которой уже перестали воевать день назад. Вы получите также очень много агрессивки, но иногда это не важно. Особенно в Лайте. Чудовищный эксплойт, который позволяет бесплатно забирать вассалов и униатов. Нужно находиться в первой эре и взять бонус эры передачи вассалов. Далее объявляйте войну в стране, у которой есть вассалы или униаты. Получите хотя бы 10 варскоров в войне, чтобы что-то требовать по миру. Выберите опцию «Отменить вассалов», а после этого перейдите во вкладку «Договоров» и вы увидите, что цена передачи этих вассалов вам равна нулю. Нажмите, вернитесь во вкладку «Отмена вассалов» и нажмите еще раз. Можно повторять сколько угодно раз и получить всех вассалов и униатов страны бесплатно. Игра покажет, что у вас появится тонна агрессивной экспансии, но в реальности вы не получите ее вообще. С учетом того, сколько униатов и вассалов в Европе на старте игры, это может быть основой вашей стратегии. Только не забывайте держать достаточную армию, чтобы приобретенные вассалы не взбунтовали. Если вы не знали, то в коде Европки есть максимальное число. Если какая-то переменная становится более 2 миллиардов 100 миллионов, она ломается. На этом основан эксплойт с бесконечными деньгами. Уравнение написано на экране. Для того, чтобы получать деньги с займов таким образом, нужно набить 12% выпад по займу, что делается несложно. Кроме того, ваш девелопмент должен быть примерно более 5,5 тысяч. Это много, но все равно полезно при захвате мира. Кроме того, у любых стран есть ивенты с дизастром, которые повышают процент по займу, плюс растет торговая эффективность по ходу игры. Так что чем дальше в игре, тем меньше нужен девелопмент. После этого, вы можете просто брать займы и выплачивать их назад, получая бесплатные деньги. Не забывайте, что лимит денег в игре – миллион дукатов. Больше иметь невозможно. Следующий эксплойт о том, как перенести столицу в колониальный регион. Напрямую сделать это нельзя. Однако процесс несложный, и нужно просто перенести столицу в изолированную провинцию, и чтобы она была единственным стейтом на континенте. Например, Португалия может сделать это прямо со старта, перенеся столицу в Сеуду. После этого столицу можно переносить в Америку. Да и любая европейская держава может просто колонизировать и сделать стейтом Аркуин в Африке, а после этого открыта дорога для переноса столицы в Америку. Правда, например, Ирландия находится далеко от Африки, но для нее есть другой глич – с Бермудой. Бермуда – это часть Северной Америки, но не часть колониального региона. Аналогично с Фолкландами и Южной Джорджией, кстати. После того, как вы перенести столицу в Бермуду, ее можно перенести в Южную Америку, а оттуда в Северную, если нужно. Еще один интересный эксплойт позволяет быстро колонизировать провинции, будучи племенем. Нужно быть нативом с колонистом и иметь всевозможные бонусы на снижение стоимости стабильности. Также нужны деньги и админка. Мигрируйте в провинцию рядом с другим нативом, которого вы можете легко убить. Атакуйте его без КБ и, естественно, победите. Перед заключением мира колонизируйте соседнюю провку. После этого заставьте его взять вашу столицу. После этого ваша колония сразу станет полной провкой и вашей новой столицей. После этого трусбрикайте и повторяйте процесс сколько вам нужно раз. Когда вам будет достаточно, в последний раз объявите войну и захватите столицу. Через некоторое время появятся повстанцы-националисты, которые дадут вам бесплатные корки. Вы можете привлечь коалицию в процессе, но поскольку вы ОПМ, они всего лишь возьмут немножко денег. Полезный военный эксплойт позволяет переводить гарнизоны в армию. Кастилья атакует Арагон с 14 отрядами пехоты. Поскольку Арагон осаждал Кастильскую крепость, Кастилья может вынести гарнизон 3000 солдат в бой. Выделяем обе получившиеся нашей армии. Ставим паузу точно в день окончания битвы и объединяем войска. В итоге мы получили 3000 солдат за 10 военных очков. Хороший обмен в начале игры. В конце игры из форта может вылезти 8-9 тысяч солдат, что тоже уже неплохо. Главное следите, чтобы враг не привел еще одну армию и не забрал таким образом пустой форт. Еще один военный эксплойт. Если вы отведете армию из боя, у которой осталось немного морали, вы можете не ждать, пока она вернется в другой конец страны. Просто снизьте содержание всей армии на один месяц. Мораль армии окажется максимальной, и она остановит бесконтрольное отступление. Если вы играли, посетив третью Европку, то помните трюк с подрывом повстанцев прямо под врагом. В четвертой Европе так делать нельзя, но лазейки остались. Отдавайте сословиям провинции, где предположительно будет ходить враг. Сделать это нужно как минимум за год до войны. Доведите сословия ниже строка лояльности, и когда враг будет идти через провку, просто отнимите ее у сословия, и там вспыхнут вас стан повстанцы. Во-первых, повстанцы нанесут прямой урон врагу. Во-вторых, если враг атакует повстанцев, и вы после начала боя зайдете в провинцию, после окончания боя вашего врага с повстанцами вы займете оборонительную позицию. Следующий эксплойт позволяет изменять границы Священной Римской Империи. На старте игры Венеция не находится в Сри, а католичество доминирует в Империи. Однако, если вы введете 1806 год в меню старта игры, а потом вернетесь в 1444, то Венеция будет в Сри, а в Империи будет религиозный мир. А значит, не будет религиозной войны, и любой христианин сможет стать императором, хоть православный, хоть копт. Еще один эксплойт позволяет менять тег в Айронмене. Стартуете обычную Айронмен игру и выберете ей определенное название. Здесь Византия объявила войну атаманом и послала мир на кучу земель. После этого делаем сейв багтест и выходим из игры. Делаем копию сейва и перекидываем ее в другую папку. Далее стартуем в Европке новую игру с тегом, на который мы хотим поменять, в данном случае это турки. Сохраняем игру с таким же названием, как и оригинальный сейв. Переспускаем игру и видим кнопку продолжить игру с турецким флагом. После этого альтабаемся, перетаскиваем сохраненный сейв Византии обратно в папку сейвов, переписываем другой сейв и жмем продолжить. Загрузится первая игра, но за турков, потому что игра не поймет, что произошло с сейвом. Здесь у нас висит мир от Византии, который мы принимаем. После этого можно еще дополнительно убить страну займами, воинами всем подряд и другими деструктивными способами. А после этого можно таким же самым образом пересесть обратно за Византию. По сути, это очень грязный эксплойт и ничем не лучшее использование артмани, но кому-то может понравиться. Последний эксплойт на сегодня дает вам бесконечную ману. Необходимо владеть Киото и иметь рядом вассала, который не является даймами. Самый лучший вариант это Айну или Рюкю. При взятии Киото мы получаем 50 очков каждой маны и 20 престижа. Отдаем провинцию вассалу и тут же забираем. Нельзя забрать провинцию, если у вассала больше 50 желаний свободы. Это можно обойти, разграбив Киото, если мы орда, а также через ублажение вассала за престиж и девелоп его проф, чтобы понизить желание свободы. Фишка здесь в том, что модификатор на желание свободы вассала не может быть выше тысячи, поэтому в какой-то момент у вас будет плюс тысяча желания свободы от отнятых проф и минус тысяча от ублажения вассала или девелопа проф, и вы сможете вечно получать ману от Киото без проблем. А на этом все. Помните, что большинство эксплойтов будут запатчены 14 июня. Еще раз спасибо автору оригинального гайда Римману, ссылка на его канал в описании. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, и тогда Йохан обязательно наградит вас девятыми кубами в битвах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok